Всем привет! В данном видео расскажу про массовую систему главного двигателя и систему цилиндровой смазки главного двигателя. Начнем с цилиндрового масла. В этом танке у нас находится цилиндровое масло, из него у нас идет расход. Масло мы используем в Бойловское, полный объем этого танка 52,5 куба. Сейчас в нем находится примерно 19,5 куба. Здесь расположен клапан выхода масла из танка, который идет у нас на расширительный танк и, соответственно, из которого насосы берут масло и заполняют систему альфа-лубрикатора. Сейчас спустимся, все покажу. Это продолжение трубы после клапана. Она идет под подволоком через сепаратор и до клуметра. Сейчас идем к нему. Это та труба, по которой идет цилиндровое масло, идет по этой трубе. Проходит через фильтр грубой очистки и поступает на флоумитер, то есть на счетчик протока масла. Отсюда мы смотрим, какой у нас расход масла за сутки. Моторист каждый день в 11.30 снимает показания счетчиков топливных, водяных и масляного флоумитера. И затем старший механик каждый день отправляет эти показания в компанию. Думаю, вам видно по счетчику, какой у нас идет расход. Затем после счетчика масло идет на расширительный танк. Также есть байпасный клапан. Если нам необходимо почистить фильтры или сделать мейтельный счетчик, то мы открываем байпас и закрываем клапана, которые идут до и после счетчика. И масло также идет на расширительный танк, только не через сломитер. Эти штуки называются альфа-лубрикаторами. Они подают порцию масла непосредственно в сам цилиндр. На каждый цилиндр свой лубрикатор. Итак, это продолжение трубы, которая идет после счетчика. Идет она на этот расширительный танк. Расширительный танк, бачок, без разницы. В нем установлены фильтра тонкой очистки. Насосы альфа-лубрикаторов берут масло из этого танка и затем наглитают и заполняют эту систему альфа-лубрикатором. По этим трубкам идет масло к альфа-лубрикаторам. И автоматика в определенный момент дает сигнал. И впрыскивается порция масла в цилиндр. Впрыскивается по этим трубкам. У нас 6 трубок, а значит 6 точек, по которым масло поступает в цилиндр. Потом поднимемся, все покажу. Оставшаяся часть, и то масло, которое циркулирует по этой трубе, обратно возвращается в расширительный танк. Также есть термостат. Если масло нагрелось, то он открывается, и масло по этой трубе идет на воздушный холодильник. Здесь масло остывает. И обратно также возвращается в расширительный танк. Уровень масла в этом танке у нас всегда максимальный. Сейчас поднимемся, покажу точки, куда впрыскивается это масло. Это 6 трубок, которые идут после лубрика. и по ним идет масло. И затем подается в цилиндр. Давайте покажу на примере запасной пулки. Вот это запасная пулка цилиндра. Вот так она выглядит в сборе. Здесь есть лейбл двигателя 6S60MCC. Масса втулки 3000 кг. То есть эта втулка весит 3 тонны. А это и те самые отверстия, в которые устанавливается распылитель. И, собственно, через них происходит подача масла в цилиндр. Первое отверстие. Второе. Третье. Четвертое. Ну и там, пятое, шестое. Ну, давайте сразу покажу запасной поршень. Это пятка поршня. Это шток поршня. И сверху уже голова поршня. И корона поршня. Так, теперь давайте покажу вам, как устроена масляная система главная. Субтитры создавал DimaTorzok Кто просил показать, как крутится маховик и вал главного двигателя. Так вот, пожалуйста, смотрите. Сейчас главный двигатель вращается 83 или 84 оборота в минуту. Это масляные насосы главного двигателя, а под ними находится масляный танк. Насосы берут масло из этого танка и нагнетают ее в эту линию. Это, кстати, манометр, который показывает давление, которое нагнетает насос. Это продолжение той трубы. Масло идет по этой трубе. Если оно горячее, то идет на холодильник. Сейчас покажу клапан. Идет на холодильник, охлаждается и идет дальше на автофильтр. Это трехходовой клапан, который открывается или закрывается для того, чтобы масло проходило через холодильник. Думаю, видно, как он сейчас отрабатывает. Затем масло поступает на автофильтр. Этот клапан открывается в момент прострела и масло обратно сбрасывается в масляный танк. Это автофильтр. Это байпасный фильтр. Если нам необходимо произвести мейтененс автофильтру, то мы открываем байпасный, закрываем автофильтр и производим необходимую нам работу. Продолжаем. Масло прошло автофильтр и идет дальше по этой трубе. Здесь уже масло идет в разные точки. Что-то в картер пошло, что-то на турбины, что-то на выхлопной клапан, на распредвал. В общем, на весь главный двигатель где необходимо смазывать и ослаждать двигатель. Здесь расположен сенсор ПТ-100 или термофары. Показывает температуру масла на компьютере в ЦПУ. Здесь уже масло пошло в картер по определенным точкам, чтобы ослаждать и смазывать рамовые, мотылевые подшипники и головные подшипники. Здесь у нас расположен трансмиттер, который показывает давление на компьютере и также здесь находятся датчики давления по защите слоу-даун и шот-даун. Слоу-даун у нас срабатывает, когда давление масла будет 2,1 килограмма. То есть давление в системе упало. Вне зависимости, на каком ходу мы находились, главный станет на самый малый ход. и датчик о-шот-даун, который срабатывает на 1,5 килограмма. При этом давлении главное просто перестанет работать. Здесь масло поступает на цепной ящик. По этой трубе масло идет на промежуточный подшипник. Масло зашло, охладило, смазало. И обратно по этой трубе вернулось в масляный танк. По этой трубе охладившее масло в турбину стекает также в масляный танк. Сейчас поднимусь и выше покажу. Здесь мы можем увидеть температуру масла после турбины. также есть смотровой стекло, чтобы было видно, что у нас происходит циркуляция масла. Идем выше, там посмотрим. Идем выше, в масляный танк. Здесь масло заходит. Это масляный фильтр перед турбиной. По этой трубе масло заходит на фильтр. просильтровалось. Просильтровалось. Выходит. Дальше идет на турбину. Охлаждаю. И смазываю ротор и подседую стекло. Также есть байпасный клапан. Здесь открыли. Эти два закрыли. И можно заниматься пыжами на фильтр. И здесь масло также идет на каждый цилиндр картер. Часть идет на выхлопной. И затем все это обратно возвращается в санкан. По этой тонкой трубе также масло идет в картер на упорный подшипник. По этой трубе часть масла идет на распредвал. Оно смазывает и охлаждает подшипники и сам распредвал. После этого сейчас покажу развязку труб. По этим трубкам Непосредственно масло поступает на распредвал На каждый цилиндр и на каждую машину На этом думаю можно закончить Про масляную систему главного двигателя Видео думаю так затянулось Есть конечно много нюансов Что сразу рассказать не могу Это просто нереально В общем что приходит в голову То и рассказываю Кто вам тут еще показать Это аварийный пост управления Здесь мы можем увидеть Какие у нас сейчас обороты главного двигателя Также можем посмотреть Какое у нас давление масла в системе Давление охлаждения поршня Но у нас также маслом охлаждается Давление пускового воздуха Давление масла на турбину И последний манометр Это давление воздуха в ресивере Который наглетает турбину С альфа лубрикаторами думаю понятно А ну немного автоматики скажу Здесь установлен сенсор Который определяет скорость подачи масла на цилиндр Он берет начало То есть сигнал от сенсора Который находится возле маховика Я его показывал Когда приготовил двигатель Затем сенсор дает сигнал На блок управления подачей масла Альфа лубрикаторов И затем уже этот сенсор Определяет скорость подачи масла На каждой цилиндре Когда начинает моргать диод Это значит пришел сигнал И происходит подача масла В данный цилиндр На этом пожалуй все Всем спасибо за просмотр Пишите комментарии Ставьте лайки Всем удачи И до новых встреч Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok